О чём не доплачешь, о чём слёзы льёшь? Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Ну что я хочу сказать? Знаете, вот начнём так, с хвостовства. Вот я, Светоч. Если вокруг темно, то даже маленькая лампочка будет очень сильно заметна. Вот я примерно такой лампочкой являюсь. Я не являюсь прожектором, да прожектором недалеко. Но вот маленькой лампочкой я являюсь. Чему я всё это веду? Я веду это к тому, что очень редкие люди, ну, очень редкие люди, ну, например, такие, как Светоч перед вами, да, обладают способностями, умственными такими способностями, вот они что-то где-то запомнили, и она так отложилась. То есть, это надо иметь прекрасную память. Осело это у вас. Далее. Вы что-то ещё где-то прочитали. Она такая раз, то уже осело у вас, не забылось, не влетело и не вылетело. Ещё где-то прочитали. И так ещё, ещё. И потом такая, опа, вдруг! И вы, как бы сказать, да вот оно же оно! И всё, что осело у вас из различных, так сказать, источников, такая, дзык! И слаживается в единую какую-то картину, довольно-таки красивую, целостную, с которой можно работать. Итак, вот на тему, на тему шлаков и прочее. Начнём немножечко, так сказать, с ваших комментариев, и потом я, так сказать, перейду. То есть, тема нашего сегодняшнего зефира – это о шлаках. Балик Рибалка пишет так. А если по делу, то упоминание Олегом Бородой из сердечно-сосудистых заболеваний, как первое место из причин смертности, верное. Это просто эпидемия. Я считаю, опять-таки, это следствием. Следствием зашлаковки организма. Не будем там плохие жиры, хорошие жиры и прочее, прочее. Сейчас я вам так, знаете, по полочку разложу, что вы просто восхититесь светочем. Надо понимать, вот насколько может ум работать. У некоторых людей ум работает, но не в том направлении. Они там совсем по-другому. Дальше вот Георг пишет. Значит, он тут пишет следующее. Врачи отрицают существование шлака в организме. Ну, теперь в телепередачах о здоровье, сами того не замечая, иногда говорят про наличие шлаков прямым текстом. То есть, врачи отрицают. И теперь я хочу вам, знаете, не просто подвести теорию, но я вам хочу настолько ясно это показать, вот эти вот шлаки, что вам станет очевидным. Хотя в своих книгах я это все давно описал. Вы, вы меня заставляете повторно сделать работу. Ну, возможно, это работа, знаете, более точная. Вот. Иногда надо действительно от ваших вопросов как-то это оттолкнуться, чтобы более точно. Так вот, различная информация, которая ко мне попала, попала эта информация. Сейчас я ее начну излагать. Смотрите. Стадии зашлакованности человеческого организма. Это в книге «Без очищения нет исцеления». Естественно, каждому хочется знать, насколько зашлакован его организм. Оказывается, еще в 1955 году немецкий врач Рекке Верх сформулировал теорию зашлакованности человеческого организма. По-научному это называется гомотоксикология. Видите, оказывается, вот название-то другое, и все, и как-то непонятно. В основе этой теории лежит то, что болезни есть ничто иное, как проявление защитных сил организма, управляемых иммунной системой против внешних и внутренних токсинов. Другими словами, болезни – это попытка организма человека скомпенсировать ущерб, возникший вследствие воздействия шлаков и ядов. Рекке Верх определит 6 основных стадий зашлаковки человеческого организма. Я на свой взгляд изложу их вам. Первая. Стадия выделения. Физиологическое выведение всех видов шлаков из тканей. В тканях там кто-то видит их, вот эти научные исследования, или нет? Из тканей в процессе обмена веществ. Это регулируемая самим организмом стадия выведения шлаков. Практически это означает вполне здорового человека, пока человек молод, и у него достаточно жизненных сил, и организм вполне справляется с выведением большинства шлаков наружу. Это происходит естественно и легко, что человек этого не замечает. Вторая стадия реакции или ответа на накопление шлаков. А это уже теоретически, теоретически здоровый человек. У такого человека пока все в порядке, в кавычках. Но изредка организм мощно выбрасывает из себя шлаки. Это проявляется в виде подъема температуры тела, насморка, откуда эти мокроты берутся, кашля, потения, поноса, гнойных выделений, из легких горла, носа и тому подобное, болевых ощущений и прочих неудобств, покраснения, уплотнения, нагноения, вскрытия. Это первые симптомы, указывающие человеку на то, что пришла пора заняться очищением своего организма. То есть вот она, пора. Видите? Теория и практика. Я вам сейчас все это докладываю. Пора. Пришла уже. Третья стадия накопления и перераспределения большого количества шлаков. Это означает превращение теоретически здорового человека в хронически больного. Дальнейшее накапливание шлаков в соединительной ткани у одних людей приводит к ожирению первой степени. Организм пытается набором веса, в основном жира, скинуть шлаки в инертную массу организма. У других этот механизм не срабатывает. Питание клеток через соединительную ткань нарушается, и человек теряет вес. Похудание первая степень. Как у первых, так и у вторых в организме образуются новые локальные места накопления шлаков. Кстати, кстати, теперь вернемся вот эти вот сердечно-сосудистые заболевания, где опять-таки, если внутри сосуда что-то откладывается, там холестерин плохой, хороший или еще что-то, то есть сосуд закупорится. Это что? Как это мы назовем? В любом случае это называется шлак. Шлак жировой, там холестериновый и прочее, прочее. Шлак. Далее, если вот в этом откладывается. А если же стенки сосуда теряют способность сокращаться, расслабляться, а стенки сосудов состоят из соединительной ткани, которая черствеет из-за того, что она становится неэластичной. Из-за чего она становится неэластичной? Из-за того, что там что-то накапливается такое, что мешает этому процессу. И, пожалуйста, вот вам все обилие сердечно-сосудистых заболеваний. А? Каково Светоч вас подвел к сердечно-сосудистым заболеваниям через накопление в организме шлаков? Как только мы все это очищаем, сосудики восстанавливаются. То есть, очищаем как внутри, так и саму стенку сосудов. Ну ладно, пойдем дальше. Значит, как у первых, так и у вторых в организме образуются новые локальные места накопления шлаков. Может расти живот из-за отложения каловых камней в толстом кишечнике. Появляются липомы, а может, а у некоторых и так растет из-за того, что там просто внутренний жир откладывается. Не обязательно там каловая масса. То есть, некоторые говорят, находят, другие говорят, не находят. Но, тем не менее, всякое бывает. Так, появляются липомы, фибромы, атеромы, полипы, геморрой, варикозное расширение вет, тугоподвижность в суставах и так далее. То есть, сама сухожильная ткань черствует из-за чего? Задайте себе вопрос, из-за чего? Из-за того, что она меняет свои характеристики. Под воздействием чего? Под воздействием того, что в ней что-то скапливается такое, что мешает эластичности. Дальше. На этой стадии происходит усиленное заселение организма человека болезнетворными микробами. То есть, грязь есть, в организме есть грязь, значит, на ней начинают селиться патогенные микроорганизмы. Грибки и прочими паразитами. Эти симптомы указывают на то, что уже надо усиленно практиковать очищение организма. В данном случае оно будет единственным универсальным средством с поступствующим возвращению нормального здоровья. То есть, мы не лечим липомы, мы не лечим фибромы, атеромы, даже, грубо говоря, полипы, геморрой, варикозное расширение вет, тугоподвижность в суставах. А мы очищаем. И практика, практика применения того, что я писал о очищении толстого кишечника и печени, и дальше нормализация вот этих внутренних жидкостей организма с помощью питания, с помощью голодания, еще дополнительное очищение. Это способствует тому, что вся эта обилие болезней, они как-то раз и поотваливались. То есть, мы не лечим, в отличие от медицины, вот это в грязном организме. Потому что толку никакого. Мы пытаемся вылечить геморрой, когда там, грубо говоря, все зашлаковано и никакого ни питания в стенке нет. Она теряет свои характеристики, дуется и так далее. На второй и третьей стадии зашлаковки организм человека еще как-то справляется, периодически выбрасывая из себя шлаки. В это время происходит разного рода обострение кратковременной болезни. То есть, он уже вам сигнализирует, что вы уже, так сказать, заполнены, но еще у вас хватает жизненной силы на то, чтобы это выбросить из себя. Организм человека может переходить из второй стадии зашлаковки в третью, наоборот. И, кстати, еще разок я хочу сказать. Вот я сижу тут перед вами, распинаюсь, а я просто повторяю то, что немецкий врач Реки Верх открыл в 1955 году. Ну, кто этим интересовался и назвали это мудреное, мудреное, значит, слово гомотоксикология. Гома, 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 гома. А давайте сейчас еще, знаете, я вот так вот разобью. Гомотоксикология, что это, так сказать, как она переводится, из каких слов стоит, что это такое? А, гомотоксикология, это направление гомеопатии, направление гомеопатии основано немецким врачом Ганс Генрихом. Генрих, ну, Генрих, они все Генрихи головатое, понимаете? Реки Верхом, который жил, родился в 1905 году и прожил 1985, 80 лет. Прекрасный жил, который рассматривал все заболевания как правление биологически целесообразных индивидуальных реакций организма, направленных на поддержание внутреннего гомеостаза, гомеостаза постоянства, с помощью выведения эндогенных, внутренних эндогенных и экзогенных внешних токсинов, гомотоксинов, химических веществ, нарушающих нормальную функцию организма. Еще раз говорю, не я, а он. Если же человек продолжает вести прежний образ жизни, и, кстати, и уже у него начались проблемы какие-то, и он обращается к врачам, лечите меня, лечите, лечите от геморроя, лечите от болезни суставов, лечите там, допустим, геморрита, лечите там еще сердечно-сосудистую систему, лечите. Принимают там какие-то там статины, еще что-то, еще что-то. То есть люди не понимают, что происходит с их организмом. Понимаете? Не понимают. И не хотят понять. И не понимают происходящее с ним. Он лечится, а именно срывает естественные очистительные реакции организма. Температуру, которая поднимается для того, чтобы расплавить эти шлаки и вывести их организм. То есть превратить в более удобное для выведения. Кашель, который все это выбрасывает. Понос, который выбрасывает из этого. Боль, слабость. Боль, слабость возникает, когда вот эти все процессы идут, естественно, там возникает. И боль, слабость организма. Но этим он только утрамбовывает шлаки внутри своего организма. Выращивает более злокачественных микробов и паразитов. Дополнительно зашлаковывает организм лекарствами и нарушает нормальную, сложенную работу разных систем организма. То есть от применения гормонов и сильнодействующих лекарств. То есть разлаживает. Он думает, вот эта медицина, вот смотрите, в чем ее это. Является, так сказать, вот такой вот просчет, вот такая дыра, вот такая глупость. Это в том, что они думают, что они лечат. А на самом деле непонимание, что происходит с организмом, они его еще дополнительно разрушают. То есть лечение, якобы лечение, приводит к тому, что оно еще усугубляет. Так, фильтрация соединительной ткани нарушается до такой степени. А где это все скапливается? Что такое соединительная ткань? Вы когда-нибудь видели губку, вот мочалку, которая состоит из вот такая, знаете, растительная губка? Она такая пористая. Так вот, наш организм пронизан вот такой соединительной тканью, как имеется у этой вот губки. А там уже, вот в ячейках, вот этой вот между волокнами, находятся клетки. И питание происходит через эту соединительную ткань. Именно там и накапливаются эти шлаки. Те, которые ничего не видят. Ни ринеген, ни УЗИ, ни МРТ, ни прочие там какие-то там эти. Они вообще не понимают, что надо искать, где надо искать и как надо искать. И думают, нету шляков. Значит, фильтрация соединительной ткани нарушается до такой степени, что шлаки перепрятывают нормальному питанию клеток. Отсюда идет упадок сил. Даже попадает внутрь, и эти магнетают и разрушают их. То есть и внутрь клеток, внутриклеточные шлаки. Об этом я еще скажу. Процесс накопления шлаков переходит в следующие стадии. Если первые три стадии можно определять как тканевую зашлакованность организма, то последующие говорят о клеточной зашлаковке. То есть от здоровья клеток зависит, как бы сказать, наше здоровье. Но они уже не питаются. И уже там накапливаются. Почему там накапливаются? Потому что выведение этих всех веществ и питание, которое осуществляется в клетке, оно идет через вот эту соединительную ткань, через межклеточную вот эту жидкость. А раз она заполнена, они задыхаются, задвахаются. Четвертая стадия насыщения шлаков соединительной ткани. Если в предыдущей стадии характеризуется тем, что организм мог куда-то перераспределять шлаки, то на этой стадии произошло полное насыщение солидительной ткани шлаками, ее сгущение и частичная потеря нормальной фильтрационной способности. То есть ваше тело становится черством. Вот допустим только раз, я ручку поднял и хоп сюда. Легко и просто завел, да? Эту ручку хоп сюда. А когда она защерствела тело, да нам трудно подняться, трудно что-то сделать, наклониться, потянуться, у нас теряется гибкость. Это как раз вот показывает вот этот процесс. В результате этого возникает резкий упадок сил в виде синдрома хронической усталости. Упадок сил. Помимо того, что синдром хронической усталости, он... А нет, это депрессия. Депрессия. Депрессия это отсутствие стимула у человека для того, чтобы он жил, жил хотя бы, да? А синдром хронической усталости возникает из-за того, что клетки не могут питаться, его рабочие клетки не могут питаться, потому что усё зашлаковано. А эти говорят, нет, мол, шлаков нет, на-на-на-на-на-на, покажем эти шлаки. Вот. И происходит, нету сил, синдром хронической усталости. И думают, что надо туда что-то ввести, что-то, ещё что-то. Оказывается, надо не вводить в организм, а выводить. И когда мы выводим с помощью голода и смотрим, что у нас выходит, мы начинаем понимать, что человек состоит не из воды, там, считается, а из воды и дерьма. В результате возникает резкий упадок сил в виде хронического, синдрома хронической усталости. Вегетососудистая дистония, вот она, якобы мы думаем, это сердечно-сосудистые заболевания, они сами по себе. Это следствие, то есть понимание должно быть причинно-следственной связи. Если её нету, я не знаю, над чем работает научно-исследовательский институт, и ещё, ещё, ещё. Если я такой, хотел сказать, электрослесарь экипи-автоматики, но я же не электрослесарь, я как-никак светоч. То есть такой ум у меня, это редкость, это такой бриллиант вообще, среди вот этого всего, что тут имеется. Если, конечно, среди бриллиантов рассматривать, ну тогда, возможно, я, так сказать, буду простая яшма. Так, вегетососудистая дистония, мы грени, мы грени, голова болит. Кто-то говорит, у меня голова болит, голова болит, что делать? И начинает, когда человек голодать, у него выделяется обилие шлаков, и головные боли ещё сильнее. А ему тут как раз надо больше пить и терпеть, чтобы вся эта дрянь вышла. Либо же применять вот это вот потение с помощью плаща этого самого, как там он называется уже. Ранний климакс, ранний климакс. А чём будет работать? Ранний климакс как у мужчин, так и у женщин. Всё же шлаком у нас сил нету, нету сил, чтобы осуществлялась половая функция. И смотрите, я уже как-то вам говорил, что половая функция это надстройка на жизненное, на жизненное, будем говорить, на главное. Лучше даже если сравнивать компьютеры, кто разбирается. Значит, жизненная сила это наша базовая программа в компьютере. А надстройка, это там, допустим, вор, там ещё какая-то программа, которая запускается с этой базовой программы и уже работает. Так вот, когда нету сил, сил у нас нету, первая отключается половая функция, потому что она надстройка, не хватает сил на её осуществление. Всё, она, нарушение обмена веществ, да, отложение солей, пожалуйста, ой, соли хрустят, тара-та. А стеохондроз позвоночника, преждевременно старение организма, дряхлеет, дряхлеет организм, потому что нету питания через соединительную ткань до клеток. К этим симптомам надо добавить и предыдущие, описанные в третьей стадии, но более выраженные. Грамотно проведённая очистительная программа, кстати, этот Ганс Генрих, реки верх, он об этом не рассказывает. Возможно, я не читал, насколько он пытается вот это, воздействует на эти эндогенные и экзогенные токсины. И с помощью чего, может, тоже там, с помощью лекарства, такой, ну, не читал. Но зато я знаю на себе и на тысячах уже последователей, которые вот этим очистением занимаются организмом, что грамотно проведённая очистительная программа даже на этой стадии зашлаковки организма и ещё может полностью вернуть утраченное здоровье и даже значительно приумножить его. Ну, посмотрите на меня, как я распинаюсь в 70 лет, Тёма Йос. Но если этого не сделать сейчас, то наступит следующая стадия, пятая стадия, дегенерация и разрушение организма. Если питания клеток нет, они начинают чахнуть. Кстати, мне интересует слово дегенерация. Знаете, дегенерация, что это такое? Дегенерация – это уменьшение уровня организации в процессе эволюции. Она выражается в утрате органов и прочих элементов строения организма в процессе видообразования. А, дегенерация не так. То есть, дегенерация – это процесс упрощения организации, связанной с исчезновением органов и функций, а также целых систем органов. То есть, слово это не подходит, дегенерация. Тут надо сказать угасание основных жизненных функций. Вот что правильно. То есть, они должны работать, вот как лампочка светит на 100 ватт, допустим, 100 ваттная. А она у вас начинает светить на 80 ватт. Из-за того, что только меньше, потому что проводник загрязнился. Потом на 60, потом вообще там на 40. Вот это правильно. То есть, слово дегенерация неправильно. Питание клеток через соединительную ткань уже нарушено настолько, что они отмирают. Эта стадия характеризуется тем, что возникают вторичные нарушения в виде разного рода атрофия. Атрофия – это питание, атрофия – это отсутствие питания. Ведь надо даже вот эти иностранные слова, значит, что они тут обозначают. То есть, из-за отсутствия питания, вот как человеку, как там, допустим, он начинает хереть. Значит, питание клеток через соединительную ткань уже настолько нарушено, что они отмирают. Эта стадия характеризуется тем, что возникают вторичные нарушения в виде атрофии. Если атрофия клеток наступает в печени, развивается цирроз. Вот вам цирроз из-за того, что нету достаточного питания. То есть, а смотрите, вот если там взять, вот-вот-вот, страшно представляете, печень, клетки печени, к ним подходят, там, грубо говоря, там через, опять-таки, посредством жидкости, подходит там, через кровь, через лимфу, подходит там питание, там. А если его нету, и вот тебе ничего там не питается, и не начинает рахлить, вот вам цирроз. А что такое цирроз? Вот как он переводится, это меня интересует. Разрастание соединительной ткани или уплотнение какого-либо органа тела, нарушающего функцию этого органа. Цирроз от греческого кирроз, желтый, означает, значит, уплотнение органов в средстве образования новой соединительной ткани. Ага, уплотнение, 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 то есть, соединительная ткань. Я бы сказал, вот смотрите, вот сидит Светоч, я поражаюсь гениальности своей, но я просто, знаете, она начинает зашкаливаться, и вот этих всех этих мракобесов, которые тут это самое, пытают лечить. Вот разрастание соединительной ткани. Я считаю, что соединительная ткань не разрастается, а за счет того, что соединительная ткань питает клетки, и через соединительную ткань питание этих клеток не осуществляется, клетки исчезают, то происходит увеличение якобы, сколько было этой соединительной ткани, столько там и становится, и плюс она без клеток сжимается. То есть, уплотнение, уплотнение. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы представляете, насколько, насколько можно считывать информацию, если в почках не просто. То есть, я разобрался, видите, почему надо разбираться в этих словах, чтобы понимать суть того процесса, который там происходит. Это все вот за такими непонятными словами мы не понимаем сущности того, что происходит. И как раз вот эти все латыни и прочие-прочие-прочие такие какие-то непонятные слова, они не дают нам ясной картины, что это все означает. Так, если в почках нефроз, весьма часто атрофия происходит в нервных клетках, клетках которого били, окружены соединительной тканью. Нервные клетки через соединительную ткань питаются нервные клетки. Соединительное питание, значит, там блокируется из-за того, что, опять-таки, те же шлаки. Например, атрофия зрительного нерва. И вот эту атрофию зрительного нерва пытаются как-то лечить, то есть все. А вы не хотите ли поголодать? Вы не хотите ли расшлаковаться? Кстати, у меня вот зрение как-то еще держится нормально, особенно, когда светлое все это дело, я прекрасно вижу. Весьма часто происходит, значит, так-так-так-так, зрительный нерва. О! Высыхают и смачиваются многие слизистые оболочки носа влагающие. Почему они высыхают и смачиваются? Ну, почему они высыхают? Да потому что там они настолько, вот, например, к слизистым оболочкам подходят же вот эти вот жидкости изнутри организма, там смачивают, питают их. А раз это все забито, они высыхают и, естественно, смачиваются. Из-за дегенерации стенок, вот теперь мы подошли, так сказать, к основному, сердечно-сосудистые заболевания. Итак, из-за дегенерации стенок, сосудистого русла, которые тоже, стеночки должны питаться, должны быть эластичны, широко распространены инсульты, инхваркты, порезы, параличи и многое другое. А! В 1955 году этот вот немецкий врач сказал, Генрих, а я вам растолковываю, разжевываю, понимаете, разжевываю серьезнейшую информацию. Где вы об этом в интернете там прочитаете или услышите? Ай-яй-яй-яй-яй, какой я недооцененный, ай-яй-яй-яй-яй. Естественно, то, что уже атрофировано, вернуть в нормальное рабочее состояние, одним очищение трудно, но можно, можно. А тут еще кое-что применять. Все можно сделать. Здесь нужно применять и другие средства восстановления. Но в любом случае программа очищения будет основной для вытаскивания самого себя из стадии разрушения организма. Очищение! Клизмы, печень, лимфа, почки. Закрепляем питанием, и организм пошел, пошел, пошел возрождаться. Шестое, стадия, стадия узлокачествления, что в организме человека может озлокачествиться. Вот, да, что в организме? Я вот задавал такие вопросы. То есть я шел там, он свое сказал, этот Генрих, реки верх. Он свое сказал. Ну вот, знаете, вот как понят? Вот кто его понял с 1955 года? Кто понял? А я еще понял и добавил. Итак, дальше. Что в организме человека может озлокачествиться? И от чего это может произойти? Озлокачествиться могут собственные клетки организма и микропаразиты, обитающие в нем. Когда клетки той или иной ткани окружены агрессивной по отношению к ним средой, гниющим болотом, в которое превратилась соединительная ткань, а человек уже пахнет. В старости пахнет от человека, тухлятиной пахнет. Почему это пахнет? Что он протухает? Да из-за того, вот эта вот шлаковая нагрузка и дает этот запах. Гниющим болотом, в которое превратилась соединительная ткань, то они начинают перерождаться. То есть мы создали внутри себя условия для того, чтобы эта ерунда переродилась. И когда она перерождается? В основном она перерождается в пожилом старческом возрасте, когда вот эта вот зашлаковка вот такая вот. А сейчас в молодом из-за того, что модные процедуры делают, зашлаковывают наш организм, вводятся такие вещества, которые трудно выводятся. И нарочно их вводят для того, чтобы они постоянно, будем говорить, подзуживали иммунитет, чтобы он вырабатывал вот эти иммунные тела, которые являются белковыми телами. И если в крови должно содержаться, грубо говоря, 1%, то там содержится 10% белковых тел, и это уже начинает представлять не круг, а какой-то холодец. Поэтому он забивает, и люди мрут от этого. Ах, как хорошо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Значит, они пытаются перерождаться, пытаются выжить в этих условиях. Это один из возможных вариантов, а злокачественные. Это один, не будем говорить, что это точно вот оно. Это один из них. Так, другой вариант. В ослабленном организме вирусы, микробы, грибки и прочие паразиты начинают себе ввить гнезда. Размножаться. А почему бы и нет? Вот мы тут землю заселили, я тут сделал дом, тут гараж поставил, тут, грубо говоря, выгрибную яму и так далее. И еще тут что-нибудь там, это, картошкой засадил там, а тут куча еще мусора. Ну вот, 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 вот я так поступил. Мне тут удобно, так сказать, жить вот так вот. А почему какой-то там вирус, микроб, грибок так не поступит? Пожалуйста, смотри, вот это все это, грязненько, куча невыведенного питания. Да еще человек потребляет больше, чем надо. Да, размножайся, живи. Видите, экология как влияет. Эндоэкология, внутренняя экология. В итоге возникает разного рода злокачественные опухоли, состоящие из колоний указанных паразитов. А эти паразиты, это не просто, значит, вот мы видим только вот, грубо говоря, он в одном виде. Они могут, один и тот же паразит, может иметь несколько стадий. И такую, и сякую, и пятое, и десятое. И этому нечего удивляться. Человек сам ослабил свой организм шлаками, создал внутри себя благоприятные условия для их размножения. В итоге на шестой стадии возникает онкологическое заболевание, и все шлаки воздействуют в комплексе. Начиная с четвертой стадии зашлаковки организма. А какая интересная книга! Вот я с детства любил читать. Об этом расскажу. Сегодня я пошел в библиотеку, ночь там какая-то библиотечная, сегодня 19 апреля. Вот, чтобы рассказать людям, что я сюда переехал ребенком, семилетним ребенком, или восьмилетним лучше ребенком. Я уже записался в детскую библиотеку, уже ходил туда, читал. И вот сколько лет прошло, мне вот 70, вот-вот брякнет уже полноценно, бам! Хотя уже идет восьмой десяток. И я вот в знак благодарности зашел в эту библиотеку. Ну, как-нибудь расскажу. Так, начиная с четвертой стадии зашлаковки организма, человек превращается в хронический больного с той или иной тяжестью, хроник. На этой стадии зашлаковки организма пытаются как можно дольше и наиболее оптимальным способом удержать жизнь. Причем шлаки удаляются вместе с гноем через свищи, капсулируются в виде спрессованной слизи, камней, солей и прочих отражений. Опять-таки, как это все убрать? О-ЧИ-ШИ-НИ-ЕМ! Ну, не просто очищением. Есть средства, которые позволяют лучше рассасывать те или иные шлаки. Или в виде обменных заболеваний подагра, сахарный диабет, экзема, псориаз, ожирение, упадок веза и тому подобное. Важно знать, в зависимости от образа жизни, зашлаковка организма может произойти очень быстро. Особенно способствует плохое пищеварение и запоры. То есть, если у вас плохо переваривает, и вместо полноценного питания у вас идут какие-то непереваренные, короче, полностью, если там что-то такое, какой-то субстрат в виде слизи, он не допереварился, он не может усвоиться. И в виде слизи болтается по организму, там рассовывается, там так и сяк. А что касается заборов, то вообще все это дело всасывается и должно выводиться, я уже неоднократно говорил, через, то есть, если не выходит через кишечник, оно всасывается, болтается по крови, болтается по лимфе и выбрасывается через легкие носоглотку и кожу, попутно насыщая весь организм вот этим дерьмом. И человек, если на него посмотреть, который так хорошенько страдает запорами, вот, он становится серым, сереет от этого, от него уже начинает пахнуть дурьно. А одного этого достаточно, чтобы к 25-30 годам жизни нажить онкологию. Почему вот онкологию, что делать, как делать? Очищаться. По крайней мере, не хочу сказать, что она там избавит там онкологии или еще, но, по крайней мере, она облегчит борьбу организма, допустим, с той же онкологией, потому что шлаков нету. Раз шлаков нету, значит, жизненной силы у вас больше, и, возможно, этого даже стоит достаточно, чтобы побороть онкологию. Я не хочу дальше читать, хотя тут интереснейшая информация. Смотрите, как идет зашлаковка. Жидкая субстанция, кровь, лимфа, межклеточная жидкость, полужидкая субстанция, стекловидное тело, межсуставная жидкость, хрусталик, волокнистая, хрящие мышцы кости, ультраволокнистая. А хотя тут можно было бы прочитать. Это было рассказано вот этим немецким врачом. Вот немецкий врач, он сделал реки Верх, Генрих. Я не хочу сказать, что вот это ненужное для неучи. Я не называю, вот некоторые обижаются, что там неучи. Неучи – это те люди, которым по их штату положено это знать, они это не знают и игнорируют. Вот это неучи, чтобы вы понимали. А не те люди, которые, ну просто не дошла эта информация. Хотя вот, я ее изложил. Читайте, вникайте, применяйте, оздоравливайте, забывайте жить и процветать. Ну что так вам? Так, теперь дальше пошли. Теперь мы с вами дальше пошли и возьмем теперь Аюрведу. Я вот не нашел, хотя можно не нашел, но я хорошо запомнил, что древние врачи, врачи-юрведы, это там несколько тысяч лет назад, они подразделяли шлаки в организме человека на следующее. Шлаки, которые образуются от слизи, шлаки, которые образуются от желчи, и шлаки, которые образуются от ветра. То есть от ветра, это обезвоживание организма, разного рода камни, какие-то твердые конкременты. Вот это как раз от ветра, от сухости и холода в организме. Вот, и естественно питание. Желчные шлаки, они в основном образуются из крови. Когда кровь разрушается, значит, из разрушенной крови образуется желчь. Кое-что идет опять на нужды организма, кое-что в виде желчи выбрасывается, для того, чтобы пища там лучше переваривалась. Ну и плюс это все еще по всему телу. И слизистые шлаки, слизистые шлаки, они, вот это вот сопли в тканях, и более того, в каждой клетке откладываются эти слизистые шлаки. И вот как раз они говорят, для того, чтобы приобрести такое здоровье, значит, нужна та или иная степень очистки организма от этих всех шлаков, от, значит, грубо говоря, ветреных, желчных и слизистых шлаков. Вот это пока, знаете, просто слова. А как узнать, где там эти желчные шлаки, где там, грубо говоря, эти шлаки ветреные, где эти слизистые шлаки? Оказывается, очень легко проверить и увидеть в своем собственном организме, если мы с вами начинаем голодать более-менее так, суточек 10-20, вот тут-то эти шлаки покажут, о которых говорил вот этот Генрих, реки верх, во всей своей красе. А именно, мы начинаем голодать, и что мы видим вначале на языке, язык, это как раз зеркало чистоты, внутренней чистоты организма. Вначале мы видим шлаки серые. Кстати, я сейчас, если найду, я покажу серый язык. На голоде он становится серый. Далее, они довольно-таки быстро выбрасываются, вот эти серые шлаки. Самые, знаете, такие, ну, они быстро, короче, выбрасываются, вот эти вот серые шлаки, потому что они тут, вот, не то, что на поверхности, ну, грубо говоря, выбрасываются. Далее мы с вами начинаем голодать. Что мы видим на своем языке? Мы видим желтый налет, это как раз начинают выделяться желчные шлаки. Вот они, вы их видите сами. И далее, если вы голодаете, то есть вот эта серость ушла с языка, желтый цвет ушел, язык начинает покрываться белым налетом. И этот белый налет держится у некоторых и 30-е сутки, и 40-е сутки. И дальше держится, выделяются слизистые шлаки. И эти слизистые шлаки выделяются уже из каждой клетки. Если вот эти вот шлаки, ну, серые на языке, которые мы видим, значит, вот, как бы сказать, прошло очищение, то есть, язык избавился от серого налета, что мы с вами чувствуем? Мы с вами чувствуем гибкость. О, какой я стал, а? Но гибкость, наша сухожильная ткань, соединительная ткань, она стала эластичной из-за того, что вышли шлаки. Я не знаю, если вам там какие-то еще нужны быть анализы, еще что-то там такое, какие-то там параметры, вы там верите, не верите, это уже ваше дело. Я на себе это все убедился и вам говорю, а вы там можете проверить, улучшится гибкость или нет. То есть, на голоде выход этих шлаков способствует тому, что идет очищение соединительной ткани, а это значит, очищается ваше и сосудистое русло, это очищаются связки, очищаются суставы, становится гораздо гибче, это отражает вот этот процесс очистки от этих. Желчные шлаки, наконец-таки, переходим к ним, в желтый вот этот язык, у вас очищается печень, печеночка, понимаете, очищается она печеночка. Вот если все там было забито, спрессовано, то вот эта вот очистка ведет к тому, что печень начинает лучше работать. И после голода у вас лучше пищеварение, лучше иммунитет, исчезают вот эти вот проблемы с сосудами, которые там возникали из-за грязной печени, что там не могла, была портальная гипертония так называемая. Потому что в поворотной вене кровь плохо проходила через печень, возникало давление в венозной системе, а вообще во всей кровеносной системе. И дуло вены, дуло геморрой и прочее. Поделали это в очень сильном облегчении, а то в зависимости от какой стадии там геморрой, это полностью исчезает. Видите как, все просто. И наконец-таки вот это, когда все это у вас очистилось, глаза станут такими белкими, белыми, ясными, все, знаете, даже вот это стекловидные тела в глаз очищаются. Кстати, по глазам тоже видно, какие шлаки. Они бывают желтые, они бывают серые, они бывают даже тоже с вкраплением в какой-то слизи даже там видится. Все это значит, что улучшается, вернемся опять-таки, к этим белым шлакам, которые называются амаслиц. Они-то долго выходят из каждой клеточки нашего организма. И вот если мы очищаем на этом уровне, то голодание дает, конечно, тогда потрясающие эффекты. То есть у нас все начинает работать, спокойно циркулирует энергия, спокойно циркулирует жидкости, спокойно идет питание, выделение и так далее. Естественно, все это закрепляется правильным выходом из организма, последующим поддерживаем, значит, питание. Вот это мы все можем увидеть. Плюс, что я еще показываю, что организм начинает вот эту всю различную мерзость, которая имелась в вашем организме в виде опухоли, там мастопатии, хрестопатии, еще там что-то там таких каких-то ненормальных, этих самых кистообразований и так далее, тоже рассасывать и выводить. Гной, который скапливался у вас в лунок зубов, выходит там. Глаза закисают, отмирают эти там паразиты. Вот они, вот они и шлаки. Вот вы их видите. Вот. То есть вам не надо никуда ходить, делать какую-то там специальную, значит, диагностическую процедуру, которую вас покажут столько холестерина, столько еще там, ага, камни есть, нету там слизистая такая-сяка. Вот, вы все это увидите сами. То, что касается шлаков. То есть ценнейшая информация я вам дал, ценнейшая, которой нет аналогов. Зацените. Вот такие вот вещи я вам разъяснил. Поэтому, еще разок подчеркиваю, смотрите, у корень, все начинается с загрязнения организма. То, что находится в пище, то, что пища плохо переводилась. Почему вот говорят, есть только тогда, когда вы в нормальном состоянии, чтобы все у вас переварилось, усвоилось. Ни в коем случае в каком-то подавленном. Потому что обязательно получатся шлаки, и все это зашлаковка. Есть, значит, нормально. Лекарственная зашлаковка идет там, от выбросов различных тут в атмосфере. И все это начинает сказываться, и потом мы уже начинаем лечиться от сосудов, от сердца, от цирроза, от почек, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Вместо того, чтобы основу, почистить основу, и нормализовать функцию соединительной ткани, через которую идет питание всех клеток организма. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.